Приветики всем косметоманчикам! Сегодня вместе с вами мы будем красить волосы. В прошлый раз я красилась подобной краской, вот такой же Natural Colors, только не платиной, а более темным оттенком. Она мне очень не понравилась, был очень неприятный запах при окрашивании, я просто не знала, куда от него деться. Не у каждой, довольно-таки не у каждой краски бывает такой неприятный запах. Я просто была в шоке, а я набрала таких упаковочек довольно много. Смотрите, поврежденная мне пришла эта упаковка, и еще тоже у меня такая есть тоже платина, и она поврежденная была. Я пользовалась оттенком пшеница, и, спойлер, эта краска настолько же сильно вонючая, и невозможно абсолютно дышать, хочется куда-то сбежать. Вы сбегаете в другую комнату, этот запах снова вас преследует, но результат я покажу вам позже. В пачке отсутствует почему-то бальзам для волос. У меня есть свой бальзам, но, видимо, это сделано для удешевления производства. И перчатки, там самые-самые плохие и некрасивые. Два окислителя лежат, и стойкая крем-краска, вот такой тюбик. Довольно все легко открывается, и удобно выдавливать. Но под конец, кстати, немножко краски вы оставляете в тюбике, потому что, ну, он такой какой-то, не очень гибкий. Но это хорошо, потому что лучше хранится, чем более твердая такая тара. Такой же окислитель сейчас я использую для окрашивания бровей, потому что до этого я покупала более темный оттенок, и сейчас я трачу его на брови. У меня уже израсходовалась где-то половина от того, сколько я оставляла. То есть у меня оставлялась половина краски, и я израсходовала, получается, у меня четвертая часть как бы осталась. И я все еще периодически подкрашиваю брови, но она уже работает с этим окислителем не так хорошо, как самые первые разы. Мои волосы за месяц после осветления и вот этой первой тонировки довольно-таки сильно потемнели, и я уже почувствовала, что, ну, хотелось бы подкрасить их, чтобы освежить их цвет, чтобы они лучше лежали. После покраски волосы всегда очень хорошо лежат и блестят, в любую прическу очень хорошо ложатся, хотя я обычно почти всегда хожу с распущенными, очень-очень иногда делаю хвостик. И сейчас я начала использовать, кстати, новый шампунь, вот такой Head & Shoulders Men с кофеином. У меня много Head & Shoulders на данный момент, просто, ну, в запасиках стоит. Этот Head & Shoulders 2 в 1 с кофеином, он противопадения, и он самый-самый ядреный. У меня до этого был для женщин и основной уход. Основной уход я покупала даже несколько раз. Этот очень сильно мятный и, соответственно, попадает в глаза всегда, хоть через закрытые веки. Я очень сильно с этим мучаюсь. То, что это бальзамополаскиватель, неважно, потому что особой бальзамности как бы от него нету. Ну, я при этом всегда использую свою маску поверх, потому что просто им, нет, волосы жесткие получаются. Кстати, волосы не так хорошо лежат, как могли бы. Вот этот бальзам, который я всегда использую, это я перелила другой бальзам, такой литровый. Это не бальзам, кстати, а маска. Но я, когда хочу использовать просто эффект кондиционирования, я беру и держу недолго. Наконец-то будем смешивать, будем вот в такой упаковке с вами смешивать. Это для селедки такая штука. Кстати, в ней оказалось очень удобно мешать. 30 минут засекаем после нанесения вот этого невозможного, ужасного. И ждем 30 минут. Я старалась ни до чего не дотрагиваться головой. И шея очень затекла, было неудобно. Я, кстати, стала использовать в перерыве, давайте покажу вам, вот такой Дионика дезодорант. Он гипоаллергенный, и такой у меня уже был. И был у меня также розовый дезодорант, который защищает гораздо лучше, но он конфликтует с парфюмом. Он такой очень насыщенный. А этот более слабый по своему действию. Ну, он защищает, я бы сказала, что не больше 4 часов. Хоть там и написано, ну, как и на многих 48, это неправда. 48 часов он, кстати, должен защищать, даже когда вы его полностью смыли. В перерыве делаем небольшой перекус. Это у меня вот такой бигбон с соусом, и с огурчиком, и с помидором. Было очень вкусно, и к тому времени краска уже в голове не так сильно чувствовалась и воняла. Давайте еще раз вам напомню, какой у меня был результат до, при немножко другом освещении. Это такие волосы, которые можно легко спутать с русами. И вот такими волосы у меня были при нанесении. Они начали светлеть. У меня корни вообще сразу посветлили. То есть это средство действует буквально как осветлитель. Корни очень хорошо осветлились, просто это легкий осветлитель. То есть он и тонирует всю длину. Они, кстати, стали такими более красивыми. В плане, такой цвет получился не такой желтый, как был у меня. Даже еще без смывания уже заметен вот этот результат, когда волосы посветлели. Уже видно, что краска сработала очень хорошо, но запах... Я бы ее больше не купила из-за запаха, но так как я накупила уже слишком много, деваться некуда. Естественно, результат, ну как бы он того стоит, но надо, чтобы вам кто-то помогал наносить. Потому что вот этим просто дышать невозможно. Результат очень светлые волосы, здоровые, красивые. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. У меня еще есть бусти. И всем пока!